здравствуйте дорогие друзья 91 псалом невероятное количество толкований на этот псалом есть попробую самое короткое если уложимся согласно традиции машара бейну сложил этот псалом когда поднялся на гору сина и предстал перед богом услышал тору из его уст уже понятно насколько это серьезно ну давайте начнем что это ханук очень связано 91 псалом в хануку зажженных ханукальных свечей читают девяносто первый псалом но не семь раз учила резаль что 91 это гематрия слова малах ангел а по резалю 91 терим читают 7 раз громко и 8 раз тихо 7 раз чтобы умножить на 91 получив гематрию 637 гематрия слова фразы это знак между мной и вами и дает защиту это обязательно а восемь раз читает тихо потому что 8 раз по 91 728 это гематрия слов не бойся раб мой якобы тоже дает защиту вообще написано что этот псалом универсальное средство для защиты в любой ситуации рекомендуется выучить его наизусть и говорить по памяти в момент любой опасности от выкидышей помогает этот псалом написано что во первых читать его во вторых заказать у цифера и дать женщине носить с собой раскрывала резаль что есть ангел охраняющих человека в дороге его имя закодировано в тихилим 91 в 11 посуде где написано ибо ангелом своим заповедует он поэтому его рекомендуется читать когда выходишь в дорогу вопрошение во сне так называемое когда человеку есть вопрос он хочет получить на него ответ он читается перед сном кириат шма затем просто шма затем читать девяносто первый псалом прямом порядке и в обратном и затем просит молитве что открой мне глаза дай мне еще универсальный для защиты дома есть такое понятие урмаки свет окружающий чтобы принести свет дом на целую неделю в маце и шаббат приходят к мезузи после авдалы кладут средний палец на мезузу читают или нам такой молитвы из истории и девяносто первой тихилим весь а когда доходят до посука четвертого на же останавливаются до на слове лах называют имена всех живущих доме кто есть да и про том читается еще 121 псалом и 7 раз повторяется написано в кабале что это привозит огромный окружающий хороший свет на весь дом в течение недели чтобы быть приятным в глазах людей написано читаю тихилим особенно сосредоточен здесь на 14 посуки где закодировано имя которое дает вот приятность это 30 имя 72 имена всевышнего еще про хануку хануку усашенных свечей читаю 91 псалом необычным способом 7 раз учила резаль что читая 7 раз этот псалом мы оборачиваем свет вот вокруг себя это соотносится с семью спирот 91 вообще это гематрия слова малах ангел и амин тоже что еще браха перед дорогой я говорил вообще написано что в одиннадцатом посуки секрет пятисот ангелов охраняющих человека и рамбан великий рамбан говорил что это посыл благословением рифки еще подходит которая давала своему сыну якову поэтому это очень охраняющие дороги рекомендуется читать когда плохое настроение или депрессия очень рекомендуют этот псалом вообще написано что его чтение она понуждает человека побуждает человека искать защиту под крыльями божественного присутствия этот псалом читает час опасности ли когда на душе не ясная тревога в талмуде говорится что этот псалом составлен из трех благословений стихи с 1 по 10 это благословение отца сыну с 11 по 13 благословение матери а с 14 по 16 это благословение неба вот таких три сильнейших благословения рабейну хизда говорит что если у группы людей или общины есть проблема нужно прочитать девяносто первый псалом девяносто один раз и последнюю строчку два раза и в этом есть огромный секрет который помогает что у нас еще этот псалом дозьет защиту от негативных сил физических духовных то что называется в иудаизме деним зерот мазиким и так далее от всевозможных страхов и фобии тоже очень помогает для тех кто просыпается ночью от страха для выхода из тюрьмы читать нужно 70 раз псалом девяносто первый для тех кто запутанное сознание не в себе что называется берут бокал вина и три раза произносят тегелим с девяносто первый затем говорят при агафен молитвы и наверняка написано работающая сгула для человека которого атакуют негативные силы и обязательно чувствуешь это надо убрать комнату постелить чистое все белье уложить человека 7 раз прочитать над ним 71 девяносто первый псалом а потом еще семь раз вам в обратном порядке ну и последнее можно что сказать для того чтобы в доме тоже принести убрать негатив тегелим девяносто первый читают на четвертом посудке слова лахту что мы горя останавливаемся называют всех жителей это воду перед этим наливая читают на воду читав до конца берут воду и выливают вокруг дома воду на которой был произнесен этот псалом но вот пока сама короткая девяносто первом большой псалом брахава